Всем привет! В этом видео я хотела бы ответить на два наиболее часто задаваемых вопроса на моем канале. А именно, как найти время правильно его распределить, чтобы хватало на все. То есть рациональная организация времени, некий такой тайм-менеджмент. И второй вопрос, как среди вот этих всех забот, особенно если ты молодая мама, домохозяйка, как найти время, чтобы ухаживать за собой, чтобы не запускать себя, чтобы все время быть в форме, быть красивой, быть желанной. Но, наверное, я начну с последнего сразу, именно как найти время на себя. Я тоже с этим столкнулась, поскольку у меня долгое время после моего замужества целых пять лет не было детей, то есть мы жили в свое удовольствие. Я работала, мой муж работал, мы приходили с работы, я что-то готовила, мы ужинали. И все остальное время мы посвящали себе. То есть выходные тоже мы были предоставлены друг другу, мы где-то отдыхали, гуляли, либо занимались какими-то делами на участке. Ну, в общем, мы ездили в различные поездки и ни о чем другом, как говорится, и не думали. И когда у меня появился Антоша, и я окунулась во все эти заботы, конечно, схожу, было сложно. Приходилось... Это были новые для меня заботы, и было нелегко. Я думаю, все мне поймут, что с маленькими детьми достаточно сложно. Особенно, если ты первый ребенок, у-у-у, тут столько сразу хлопот, и кажется, что не справишься. И действительно, где найти минутку бессонной ночи? Вечно ходишь такая вареная, и тебе не до чего. Но как-то я сразу решила себя взять в руки. Может быть, именно потому, что перед тем, как я узнала, что беременная, как раз привела свою фигуру в порядок, я наконец-то начала себе нравиться, и я знала, что я вернусь именно к этому состоянию, и я больше не буду толстой, я буду следить за собой и буду красивой. Может быть, именно эта мысль меня согревала и поддерживала. И как только он у меня появился, все вы знаете мою историю, я сразу начала свой путь к похудению. То есть я сразу вернулась к своим принципам в питании, много двигалась, и все было хорошо. Через 10 месяцев, можно сказать, я обрела свою прежнюю фигуру, фигуру своей мечты. Это, опять же, огромный труд, и на это требуется время. И здесь и мой муж это понимал, и я сама это понимала, и все мое окружение знало, что мне какое-то время нужно для себя, а главное, мне это нужно было. То есть я не махнула на себя рукой, я хотела быть красивой, я хотела быть ухоженной, я хотела, чтобы мой муж смотрел на меня не на такую какую-то всю измученную, заспанную, толстую, неудовлетворенную жизнью, вечно недовольную. Я хотела, чтобы, когда он приходил с работы, он видел меня живой, радостной, довольной, счастливой, цветущей, чтобы не слышал постоянное нытье какое-то, как мне плохо, как мне тяжело, как мне не хватает времени, как я хочу спать. Нет, такого не было. Именно поэтому я, когда укладывала Антошу, если я чувствовала, что ночь была бессонная, я просто жутко хочу спать, я просто ложилась с ним и спала. Этот час-полтора, но я спала. Если мне этого было мало, и когда мы с ним погуляли, немножечко там поиграли, погукались, на следующий раз, когда он засыпал, если я хотела спать, я опять ложилась спать с ним. И так до тех пор, пока я не понимала, что все, теперь я готова что-то делать, как-то действовать активно дальше, уделять время самой себе. Конечно же, ни о каких занятиях спортом, о какой-то красоте или прочее не будет вообще идти речь, если вы устали, если у вас дико болит голова, если у вас глаза закрываются, нет никаких сил, просто речи об этом и нет. А я вас уверяю, если ваш муж будет постоянно видеть вас недовольный, раздраженный, сонный, в общем, неухоженный, неопрятный, с какими-то там грязными волосами, засаленными, вечно без макияжа, вечно без улыбки и рассказывающий о каких-то проблемах, рано или поздно ему это надоест. Именно поэтому я решила не допускать такой ошибки и вела себя несколько иначе. Второе правило, которым я пользовалась, это также вовлечение мужа в воспитание ребенка. То есть максимально его не то чтобы использовать, а привлекать, чтобы помочь, не то что, знаете, строить себе какой-то беспомощный, ой, я это не могу, я это могу, но если мы это сделаем вместе, то это будет гораздо лучше. Если мы будем это делать вместе, это будет быстрее. И все вместе пойдем гулять. Ой, ты посмотри, ты сделал это, посмотри, как ребенок улыбается, ему нравится, ему нравится то, что ты с ним играешь. И в общем, вот это вот непостоянное что-то навязывание, а наоборот, как бы вы просите и в то же время говорите, посмотри, какой ты молодец, посмотри, как у тебя здорово получилось. И ребенок к тебе тянется. Он будет понимать, насколько вам тяжело и насколько вам нужна его помощь. Если он будет с этим касаться, к этому прикасаться, потому что некоторые, знаете, молодые мамочки, они постоянно недовольны, ругаются. Вот он не понимает, насколько мне тяжело, ну так ты допусти его к ребенку и пусть он поймет, насколько вам тяжело. Да нет, он это не может сделать, с этим он не справится, это у него не получается, это я сделаю быстрее. Конечно же, если постоянно взваливать на себя все эти заботы, конечно же, муж не поймет вас, почему вы все время недовольны, и что не так. Вы его не подпускаете, поэтому он не может окунуться в это и прочувствовать все, как говорится, на своей шкурке. Поэтому, но сразу я говорю, что мой муж, он не такой, чтобы от всего отстраниться, он наоборот всегда пытался мне помочь. Вот, и я никогда не отказывалась от его помощи, именно еще и поэтому. Потому что я понимала, если его каждый раз отталкивать, то он в один прекрасный момент скажет, ну ладно, раз ты справляешься, ну вези. То есть мне хотелось, чтобы он, как и раньше, продолжал быть моим помощником. И поскольку у меня мальчик, я все-таки хотела, чтобы ребенок был ближе к отцу. Не то, что я там его постоянно оставляла на отца, но мне хотелось, чтобы я могла полностью положиться на мужа. То есть он тот человек, которому я полностью доверяю ребенка. И если мне нужно было на несколько часов отлучиться, там на время сна, я была полностью спокойна, что с папой он как за каменной стеной. То есть он все сделает, потому что он все умеет, потому что мы с ним всегда все делали вместе. И у меня не было там проблем, потому что если ему нужно ребенка накормить, он знает, чем его кормить. Погулять, он знает, во что его одеть в данный период. Как-то там с ним поиграть, он знает, во что играть. Помыть, он знает, какой температуры должна быть вода и во что ребенка одеть. То есть все тонкости воспитания мой муж знал. И именно поэтому мы были так взаимозаменяемы. Но пока, конечно, на грудном вскармливании Антошка был, тут вот такой заменяемости не было. Но были периоды сна, или когда можно было отправить мужа с коляской погулять, он шел гулять, 2-3 часа у меня времени было, и я тратила их либо на уборку, либо на приготовление пищи, что-то там по дому еще делала, либо могла просто-напросто заняться собой, своей фигурой. Просто-напросто отдохнуть и поспать, если мне это очень хотелось. Поэтому самая важная задача обязательно еще, помимо этого, вовлекайте мужа. И, как я вам уже сказала, обязательно любите, цените и уважайте себя. Ведь если вы сами себя любить и уважать не будете, что вы можете требовать от окружающих? То есть если окружающие чувствуют, что вы сами себя не любите и не уважаете, то что можно от них требовать? Поэтому обязательно не забывайте о себе, любите себя, уважайте, хольте или лейте. Я не говорю, что мир должен крутиться только вокруг вас. Нет, я немножечко имею в виду другое. Думаю, вы понимаете, о чем я говорю. И еще хочу сказать, никогда не забывайте о себе не только в плане ухода за собой, но и также о своих увлечениях. Потому что многие, когда выходят замуж, заводят детей, они забывают о том, что они есть у себя, что себя надо тоже любить и давать развиваться своим интересам. Иначе вы будете не только для себя неинтересны, но и интересны для окружающих. С вами будет не о чем поговорить. Поэтому всегда давайте время на свое развитие. Если вы любите читать, то продолжайте читать. Если у вас есть какое-то любимое дело, не забрасывайте его. Всегда можно найти время на свое занятие. В конце концов, опять же, обратиться к бабушкам, к дедушкам, если они есть. Мне кажется, они никогда не откажутся провести какое-то время с собственным внуком. И вы в тот же самый момент уделите время семье, уделите время своему мужу. И хотя бы побудете вместе. Я тут недавно услышала такое, что проводился опрос семейных пар, сколько времени они проводят друг с другом в будние дни. При условии того, что работают 4 минуты в день. Был такой ответ, и я просто ужаснулась. Действительно, если подумать, то мы занимаемся, мы работаем, мы там приходим, какие-то дела домашние, мы уделяем время детям, телевизор, интернет. И вот так вот личное общение, двух половинок, действительно, времени остается крайне мало. Поэтому нужно всячески этому способствовать. Я даже могу сказать, что было время, когда я еще была в декрете, постоянно с ребенком. Это хорошо, да, но сами вы знаете, что с детьми тяжело. И вот это постоянно одно и то же, за дня в день, за дня в день, это такое однообразие, оно убивает. Появляется какая-то апатия. И поэтому моя мама, она очень мудро поступала. Она забирала Антошку и говорила, съездите, я с ним побуду, а вы собирайтесь и съездите куда-нибудь, куда-нибудь сходите. И, в общем, мы выбирались, ездили в Москву, в какой-нибудь торговый центр, там отдыхали, ходили в кинотеатры, в каком-то ресторанчике могли посидеть, и просто пройтись по магазину, там шоппинг, он тоже немножечко отвлекает, развлекает. Для женщин это тоже очень важно. И потом время, которое проводишь вместе, вообще домой возвращаешься уже совершенно другим человеком. Буквально один день, даже не то, что один день, а несколько часов проведенные вне дома, в совершенно другой обстановке, и уже внутренне появляется какая-то другая энергия, и ты чувствуешь себя отдохнувшими. И можешь 2-3 недели вот с этими новыми силами, в таком эмоциональном подъеме, дальше продолжать жить. Поэтому ищите любую возможность, но про себя никогда не забывайте. Теперь, что касается рационального распределения времени. Ну вот про мужа я уже сказала, и мне кажется, это тоже очень важный момент, поскольку вы живете вместе и можете поделить, как это сказать, ряд задач, каких-то проблем, дел между собой. Если вы будете вести на себе все, и ведение домашнего хозяйства, и ребенка, и приготовление еды, и хождение по магазинам, упорку, все это, то вас надолго не хватит. Поэтому нужно все делить пополам. Мой муж в состоянии и пропылесосить, и полы помыть, и посуду вымыть, и какие-то там овощи начистить, сделать некий такой полуфабрикат. То есть картошку почистил, порезал, дальше я уже ее иду готовить, а он занимается с Антошкой. Сходить там вынести мусор, снег почистить возле дома. Ну то есть, конечно, мужские дела это отдельно. Но дела по дому тоже нужно обязательно делить между собой. И иногда у меня есть такое желание, вот просто одной заниматься уборкой. Бывает такое, что хочется и вещи по полочкам раскладывать, что-то такое, знаете, состояние души. Хочется покопаться во всем, и косметику свою разложить, и как-то перестановку какую-то сделать. Тогда просто-напросто я прошу мужа, он в этот день занимается с Антошкой полностью. Он с ним гуляет, он с ним играет, он его спать укладывает. И я в этот момент занимаюсь целиком домашними делами. Но, как правило, это всегда бывает один какой-то выходной. Но, опять же, мы стараемся делать с ним все вместе. То есть он одно, я другое. В этот момент Антоша играет, либо смотрит мультики. Тоже немножечко ему давать нужно время на самостоятельное развитие, чтобы он привыкал к тому, что ему нужно и самостоятельно играть, не только с мамой или с папой постоянно. Вдвоем дела делаются быстрее, и потом мы все вместе втроем идем гуляем, играем. Это тоже очень здорово. Когда я три года была в декретном отпуске, все было очень даже замечательно и просто. Я находилась целый день дома, и у меня была возможность где-то там дела поделать, чтобы они не копились всю неделю и не оставались только лишь на выходные. А сейчас, когда я работаю, пять дней в неделю практически они не учитываются. То есть остаются два выходных, чтобы делать какие-то дела. И то даже в простые дни я стараюсь что-то, что-то успеть. Потому что кушать хочется всегда, ребенку всегда хочется внимания, и все равно какие-то мелкие дела остаются. Итак, что я могу сказать про свой распорядок? Встаю я в 6 утра, как я уже об этом говорила, и с утра я успеваю приготовить ребенку завтрак. И то, что я с вечера собрала с собой в лоточки всю еду, я не завтракаю дома, я завтракаю на работе. То есть я все собираю в лоточки и беру с собой. А на завтрак у меня, как правило, то, что я приготовила сыну. Например, если я варю ему кашу, я себе часть откладываю. Если я там делаю омлет, то тоже часть в лоточек себе кладу. Сырники, значит, беру себе несколько сырников и завтракаю на работе. На обед, как правило, я себе беру то, что приготовила в качестве второго для ребенка накануне. Вот. Почему я ем супы вечером? У меня многие спрашивают, почему у тебя суп на ужин. Потому что мне неудобно носить с собой жидкую пищу на работу в контейнерах. Мне проще прийти после работы и поесть суп, чтобы не терять время. И потом все-таки первое тоже нужно есть. Я ем его в качестве ужина. Вот. А ребенок там, я ему уже готовлю что-то быстренько. Но он у меня особо не привередлив в еде. И у него есть какие-то особые предпочтения, что он любит. То есть он у меня не какой-то такой гурман. Вот. Вот. Он любит у меня простую пищу. И, как правило, у него действует принцип, знаете, раздельного питания. То есть я его к этому не привлекаю. Я просто смотрю на него и понимаю, что насколько умный все-таки организм у ребенка. И если мы, родители, будем прислушиваться к этому, а не ломать. И, знаете, как действовать так, как мы привыкли. То есть вот эти все стереотипы переносим на детей. Когда макароны едятся с мясом, обязательно это все с хлебом. Это же мы придумали. А вот я наблюдаю за сыном и понимаю, что хлеб он ест отдельно. Гарнир и какое-то мясное он тоже старается не совмещать. И вечером он у меня особо мяса не ест. Поэтому вечером все ограничивается каким-то гарниром. Либо это картофель, либо это макароны, либо это какие-то крупы. Рис, гречка. Он это ест просто с овощами. Он не просит мяса именно вечером. Я не знаю почему, но вот так у него устроен организм. Мясо он может съесть днем и достаточно много, но вечером он его не ест. Вот так. И наблюдая за ним, мне очень даже интересно вот это пищевое поведение. И я стараюсь этого не ломать и не препятствовать этому. Конечно, какое-то взрослое поколение посмотрит на меня и скажет, ну как же так? Ведь он же голодный, ему надо смешать, дать ему макароны с мясом. Почему он ест одни макароны, непонятно. Но я не считаю нужным ломать его пищевые привычки и подстраивать их, то есть даже делать их неправильными. Потому что, мне кажется, все изначально заложено природой. И если мы в это не вмешиваемся, то все идет правильно. Простите, я немного отвлеклась от темы времени, перешла на пищу. Но тем не менее, я иду на работу. Утром я успеваю накраситься, привести себя в порядок. И к 8 часам я уже должна быть на работе. В обед у нас с 12 до 15 часов, эти 45 минут, я трачу на то, чтобы сходить в магазин, на рынок, который находится рядом с работой, и купить тот необходимый минимум, который мне нужен. То есть это хлеб, молоко, масло или что-то такое, то, что у меня закончилось. Овощи, фрукты. Но опять же, я не стараюсь набирать много, потому что у меня нет личного транспорта. Я не вожу машину, и я езжу домой на автобусе. Поэтому таскать на себе сумки тоже мне не хочется. Покупаю то, что мне необходимо вечером, для того, чтобы Антоше что-то приготовить. И если мне нужно дальше что-то купить, я просто-напросто звоню мужу и говорю, «Дорогой, у нас закончились такие продукты, будь добр, поедешь с работы, забеги в магазин и купи». И поскольку он всегда знает, всегда в курсе того, что мы едим, какие продукты мы покупаем, то есть вопросов лишних у него не возникает, он знает те марки, которые мы обычно покупаем в продуктах, и просто-напросто вечером приезжает и все это привозит. Конечно же, у него иногда возникает, знаете, такое желание, «Давай я заеду за тобой, мы вместе поедем в магазин, а потом приедем домой, поедим и пойдем гулять». Я иногда говорю ему, «Нет, мы пока с Антошкой едим, ты заезжаешь в магазин, ты привозишь продукты, пока ты ешь, я успеваю разложить все это в холодильник, может быть, что-то уже начать готовить на следующее утро». Время таким образом экономится, и мы вместо того, чтобы ходить по магазину, мы идем просто-напросто все втроем гулять, кататься на горке, на санках, едем на каток, или, в общем, тратим это время на то, чтобы побыть вместе, потому что все-таки в течение рабочей недели мы очень мало времени проводим друг с другом. Но, например, я утром ухожу, он еще спит, вечером я прихожу, его еще нет, и где-то часам к 7-8, это в лучшем случае, он приезжает с работы, ну и остается буквально несколько часов, дальше там уже надо Антошку укладывать спать, и, как правило, ложится он поздно, и там уже не до чего, просто брык на подушку, и все, и уснул до следующего утра. Вот, поэтому вот эти минуты, вот эти моменты, когда мы можем побыть все вместе, они очень важны, и чем бродить по магазинам, лучше погулять просто на улице. Поэтому вот таким образом просто-напросто прошу его заезжать с работы по ходу, и не тратить даже те самые полчаса, 40 минут, которые мы можем использовать на другое, пока он прокатается за мной. И еще хочу сказать по поводу посудомоечной машины. Это, наверное, та помощница, которой мне так не хватало для экономии времени. Все это время до того, пока у меня ее не было. Я уже немножечко начинаю заговариваться, извините. Дело в том, что... Дело в том, что нас много, у нас всегда много гостей. Порой заезжают люди на ужин, их нужно накормить, и, как правило, в семье, где много всего готовится, плюс много членов семьи, посуды всегда много. И вот эту гору пока перемыть порой проходит и час, полтора, и потом уже ни сил нет, ни желания что-то делать, и вообще ни до чего, думаешь, лечь, и чтобы тебя не трогали. Поэтому посудомоечная машина – это просто мой огромный помощник. Мне многие писали под видео про машинку, что, ой, боже, она моет два часа посуду, за это время можно 15 раз перемыть все тарелки. Я соглашусь, если у вас двое-трое человек в семье, и вы только поужинали, и у вас вот эти три тарелочки, три чашечки, три ложечки, три вилочки, конечно же, я не буду нагружать посудомойку из-за такого количества посуды. Но если у вас там гора этих тарелок, гора кастрюль, лотков, чашек, ложек, вилок, то я не вижу смысла стоять возле раковины и терять свое драгоценное время, когда его можно потратить с пользой для дела и для общения со своими близкими. И даже, в конце концов, на себя любимое. Поэтому у нас была возможность ее приобрести, было место, куда поставить. Мы ее купили, я безумно довольна. Я действительно очень много времени экономлю из-за того, что я просто собираю эту посуду и отправляю в посудомойку. Поверьте, из-за трех-четырех тарелок я ее никогда не включаю. Мне проще это действительно помыть. Но когда посудомойка набирается полная, вот прям под завязку, после одного только приема пищи и приготовления еды, то, конечно же, стоять возле раковины я даже и не думаю. Я ее включаю, и мы с сыном идем спокойно гулять. В то время, пока она моет посуду эти два часа, она вас не трогает, и вы ее не трогаете. Вы тратите время на себя. И что касается ведения канала на YouTube, то здесь это мое хобби, это мое любимое занятие, о котором я говорила. И я получаю эмоциональный подъем, когда я снимаю видео, когда я их монтирую, когда общаюсь с вами, с моими подписчиками. Поэтому я тоже уже не представляю себя без этого. Мои домашние с этим считаются, хотя первое время было несколько иначе, они не понимали, для чего мне это нужно. Сейчас они это поняли, они видят, насколько мне это доставляет удовольствие, что это не пустой звук, что это действительно дело в моей жизни, мне это нравится. И они мне всячески в этом помогают. Если они знают, что мне нужно снять видео, то, конечно же, они дают мне такую возможность. Если у меня есть возможность, например, это выходной, и Антоша пока спит, я прекрасно могу заняться съемкой видео. То есть мне не нужно никого просить с ним побыть, погулять, чтобы он мне не мешал. То есть он спит, я в соседней комнате снимаю. Монтирую я также по возможности. Например, у меня ноутбук, и что-то я готовлю на кухне, и могу в этот момент посидеть и заниматься склейкой кадров. Надеюсь, я ответила на ваши вопросы, старалась все донести как можно более подробно. Поэтому, простите, видео получилось долгим, но надеюсь, рациональное зерно здесь есть, и может быть кому-то я помогла. Всем спасибо за внимание, до новых встреч на моем канале. Пока! Не забывайте подписываться, чтобы не пропустить что-то новое.